Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Похоже, политическая осень 2018-го обещает быть жаркой. Прошли последние летние праздники под кастрюльный шум защитников кафе «Гугуцы» и призывы приезжих унионистов. Вернулись из летних отпусков депутаты парламента. Звучат политические заявления. Накануне прошла встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровской администрации Вадима Красносельского. В общественной жизни страны широко обсуждается ситуация с высылкой сотрудников Молдо-Турецкого лицея «Аризонт». Но обо всем по порядку. Расставить акценты в политической летописи нынешней осени нам поможет исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова, депутат парламента Влад Батренчев. Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав! На этой неделе в Молдове начался новый политический сезон. Мы начинаем входить в новую фазу политической активности. В отличие от других партий, которые, судя по всему, все еще приходят в себя, наверное, после размеренного летнего отдыха, в горячие дни, партия социалистов сразу же приступила к конкретным действиям. На этой неделе провела заседание Республиканского совета. Что обсуждалось в ходе этого совета и какие решения были приняты? Если можно, ну, в общем-то, понятно, что многие вещи проходили за закрытыми дверьми, но, тем не менее, что-то стало известно, что-то, в общем-то, было заявлено на прессе. Ну, в отличие от других партий, партия социалистов, в принципе, не уходила ни на какие летние каникулы, потому что сегодня, я думаю, очевидно, абсолютно всей стране, что мы вступаем в очень важный период, то, что, фактически, наверное, последний шанс для Республики Молдова что-то изменить, да, все мы являемся свидетелями этого кукольного театра на протяжении 9 лет, да, которые происходят и сегодня, когда одни и те же, так называемые, проевропейские партии, да, вот, рулили этой страной, да, в форме Альянса 1, 2, 3, там, коалиции всевозможные. Железобетонного характера, как часто заявлялось. Да, железобетонного характера. И мы все стали свидетелями того, что в последние 9 лет ситуация слишком деградировала, да, и Молдова, фактически, осталась без экономики, да, банковские кражи, бандитские приватизации, и мы видим, как люди, фактически, были доведены до состояния отчаяния, да, пенсионеры до нищеты. Закрылось более 200 школ, очень сильно пострадала медицина, сегодня становится все меньше педагогов и медиков, и ситуация, фактически, абсолютно катастрофична, и все это на фоне, вот, все той же геополитической стерильной риторики, да, НАТО, романизация, да, и все те, так называемые реформы, которые не имеют ничего общего с интересами и с жизнью людей. И поэтому, думаю, для абсолютного большинства граждан сегодня понятно, что, фактически, последний шанс что-то изменить, это вот предстоящие парламентские выборы, и даже не хочется рассматривать сценарий, при котором останутся все те же политики, которые рулили девять страной, девять лет страной, голосовали друг за друга, одни сегодня в парламенте, вторые перед парламентом, но фактически это все те же актеры, да, это все, если раньше в коалиции с Плохотником был Филат, то сегодня электорат и министр Плохотника находятся перед, и Филата находятся перед парламентом, и пытаются так судорожно пробиться к кормушке, меняя, переобуваясь на ходу, меняя риторику, но абсолютное большинство граждан понимает, что никакой перемены, да, вот те, кто стоят сегодня перед парламентом, они не несут, фактически это все те же на манеже, да, но просто они вовремя, вовремя решили перекочевать в оппозицию, да, хотя все эти девять лет они участвовали в тех беззакониях, которыми возмущены сегодня граждане Молдовы, поэтому партия социалистов не прекращает готовиться к этому серьезному бою, мы очень большое внимание уделили работе в территориях, да, подготовке той команды, с которой мы сможем убедительно победить на предстоящих выборах, для того, чтобы у нашей страны появился шанс. Если я правильно понял, партия социалистов станет первой в истории страны партии, которая проведет процедуру праймерис на местах, вот чтобы, что, ну, как предполагается это проводить? Ну, на самом деле эта процедура, она уже проходила, и она была анонсирована, запущена в мае этого года, и весь этот период проводились консультации с, так скажем, со всеми населенными пунктами республики, конечно, в первую очередь с нашими активистами, сторонниками, избирателями, теми людьми, которые поддержали партию и кандидата Игоря Николаевича Додона на президентских выборах, то есть наша задача была понять, кто из активистов в территориях, из публичных деятелей пользуется поддержкой, широкой поддержкой людей, народа, для того, чтобы мы выдвинули на предстоящих выборов в округах тех людей, которые заручатся поддержкой большинства граждан, поэтому и проходили вот эти праймерис в течение летнего периода, для того, чтобы понять, с кем мы входим вот в эту жаркую политическую осень, и кого мы будем выдвигать в самое ближайшее время. Как анонсировал по результатам Республиканского совета президент Республики Молдова, неформальный лидер социалистов Игорь Николаевич Додон, да, вот мы рассмотрели большую часть этих людей, и в ближайшее время будем озвучивать, но также, как анонсировал Игорь Николаевич вместе с председателем партии Зинаида Петровна и Гречаной, в ближайшее время начнутся массовые протесты в территориях против девяти лет хаоса, против девяти лет воровства и беззаконий, да, мы еще раз назовем в каждом, в каждом районе Республики на массовых этих мероприятиях, мы назовем еще раз всех тех политических актеров, которые принимали участие во всех тех альянсах, коалициях, которые вместе голосовали и за миллиарды, и за концессию аэропорта, и за приватизации. Мы еще раз напомним людям, что единственная партия, которая не приняла вот в этом парламенте нынешнем участие, ни в каких голосованиях, ни в каких выборах, назначениях, коалициях, это партия социалистов, все остальные партии, они безусловно участвовали, в том числе и коммунисты, голосовали и за Канду, и за Габурича, и участвовали в формировании этой власти, делегировали 14 депутатов, большинство Плохотнюка. Мы напомним о партии либерал-демократов, которая сегодня переименовалась в ПАС, да, и фактически это все тот же ЛДПМ, да, просто вместо Филата уже есть Майя Сандо и Андрей Настась. Мы в рамках тех митингов будем призывать людей, не отдавать им ни одного голоса, и безусловно, мы будем говорить о том, что партия социалистов, это единственная альтернатива тому бедламу, который происходил последние 9 лет. Мы очень серьезно настроены заручиться поддержкой большинства граждан на предстоящих выборах, и поэтому нам очень важно, чтобы в каждом районе мы максимально отмобилизовались. В результате этих протестов, которые пройдут по всем районным центрам республики, в начале ноября состоится крупнейший протест уже в столице, в Кишиневе, на котором мы планируем участие минимум 40-50 тысяч граждан, и на котором мы начнем фактически процедуру смены власти в стране. Понятно. Вот вернемся к Республиканскому совету. Заявление президента страны Игоря Дадона о том, что он рассматривает возможность участия в парламентских выборах по спискам партии социалистов. Вызвало, так мягко сказать, определенную истерию некоторых провластных комментаторов и наших коллег в средствах массовой информации. Как вы себе объясняете эту реакцию? Почему вдруг так нервно отреагировали на заявление президента? Ну, истерику власти можно понять, потому что контролируя абсолютно все в этой стране, от правительства и парламента до юстиции, консольного суда, они никак не могут преодолеть 6-7-8% рейтинг, и все их лидеры совокупно имеют поддержки даже 10% граждан. В то время как президент Дадон, несмотря на ежедневные атаки со стороны и провластных, со стороны медиахолдинга Плохотнюка, со стороны всех структур абсолютно, со стороны консольного суда, несмотря на ежедневные атаки со стороны так называемой правой оппозиции, то что президент, несмотря на все это, продолжает сохранять безусловное лидерство в рейтинге народного доверия. Более 50% граждан продолжают ему доверять, даже в этих условиях его блокирования, в условиях лишения ежедневного полномочий и так далее, в условиях, когда блокируются все инициативы президента, потому что вы не найдете, наверное, ни в одном цивилизованном государстве такого прецедента, чтобы ни одна инициатива президента в адрес парламента законодательная не была проголосована большинством парламента. Это абсолютный нонсенс. Учитывая, что он получил поддержку более 800 тысяч избирателей. Вот такое к нему отношение. Но, несмотря на это, люди понимают и следят за его инициативами, видят, что он старается что-то изменить, но он блокируется всей этой олигархической, коррупционной, геополитической системой. И он продолжает, и люди поддерживают его, продолжают поддерживать его инициативу. И поэтому присутствие его и то, что он возглавит список партий-социалистов, как политик с доверием более половины населения республики, это, безусловно, вызывает панику со стороны правых, так называемых, проевропейских сил, со стороны унионистов, со стороны части Запада. Демократы, в частности, они все время пытаются изолировать президента и, в первую очередь, от внутренней политики. Если они делают это законодательно, они не могут лишить президента возможности поддерживать пропрезидентскую партию, фактически партию социалистов, ту партию, которая его выдвинула на должность президента, которая продолжает его поддерживать. Они понимают, что его присутствие во главе списка это очень серьезный залог получения партии абсолютного большинства. И поэтому их задача всеми возможными своими политическими интрижками, законодательными, консольными интрижками, попытаться изолировать его от участия в электральном процессе. Тем менее, безусловно, для нас, как для партии, это гордость, что во главе нашей команды находится президент. Безусловно, для нас будет большая гордость это наличие Игоря Николаевича Дадона во главе нашего списка. И мы считаем, что это абсолютно его и право, потому что президент для того, чтобы реализовать свою программу, свое видение, привлечь инвестиции, запустить экономику и дать нашей стране шанс выжить, для этого ему нужна поддержка парламентского большинства. И это полное его право, и это полное право нашей партии, партии социалистов, в данном случае, идти на эти выборы во главе с президентом. Ну а что касается этой истерики, нам не привыкать к истерике, к тому, что как по щелчку пальцев поднимается все это так называемое гражданское общество, так называемые эксперты, так называемые прозападные масс-медиа начинают, фактически они инициировали кампанию против участия президента в предстоящих парламентских выборах, в чем они абсолютно забывают и о принципах демократии, они абсолютно забывают о прецедентах цивилизованных стран, в которых президенты участвуют в политическом и электоральном процессах. Ну, видите, их истерика связана с тем, что у них нет лидеров, которые были бы подобными локомотивами, которым является сегодня Игорь Дадон. И, конечно, они пытаются, они надеются вот своими интригами выдавить его и не дать партии социалистов получить большинство. То есть, таким образом они понимают или видят явную угрозу своим интересам в лице партии социалистов, в реализации каких-то своих, мягко говоря, или так называемых реформ. Мы в целом видим, я прошу прощения, традиционной технологии вот этих правых сил на протяжении последних кампаний мы ее очень хорошо отслеживаем, вот эта истеризация общества, потому что у них нет конструктива, им нечего предложить людям, и у людей к ним уже слишком много претензий. Люди не могут не заметить их преступления, коррупцию, миллиарды, аэропорты, банкротство государства, НАТО и прочее. Люди, конечно, это все видят, и поэтому, понимая, что люди по доброй воле не проголосуют, не занимаются просто истеризацией населения. Они пытаются в очередной истеризации выгнать свой разочаровавшийся электорат на выборы, и в данном случае они выбрали мишенью Игоря Николаевича Додона, да, вот партию социалистов, пытаясь в очередной раз запугивать людей, просто создавая вот эту фобию, вот эти стереотипы, что вот придут социалисты, все это с фаршитулами, да, вот конец света, да. Они же ничего не могут предложить, чтобы заинтересовать людей выйти на выборы. Им надо просто создать вот эту истерику, панику, из-под палки выгнать свой правый электорат, так, как выгоняли три раза на голосование за Кертуак, и так, как в 2014 году гнали голосовать за Филата и прочее. Ничего нового. Понимаю. Хотел бы обсудить и вот такую тему. 3 сентября началась парламентская сессия, осенне-зимняя сессия парламента, последняя перед предстоящими выборами. Прошлая сессия была достаточно напряженная, и мы наблюдали за тем, как практически все инициативы партии социалистов отклонялись, и более того, многие инициативы впоследствии выдавались как собственные со стороны парламентского большинства. Как вы думаете, будет ли, как будет проходить предстоящая сессия, учитывая то, что они, будем говорить, так сказать, выходят на какой-то финальный этап накануне парламентских выборов? Выборов. Какую тактику выберет и фракция партии социалистов? Какова тактика действий, возможно, или проглядывается со стороны парламентского большинства, на ваш взгляд? Ну, в первую очередь, мы, конечно, подготовили целый ряд инициатив социального характера. Будет ряд инициатив, пакет социально-экономических инициатив президента Республики Молдова. Для того, чтобы попытаться даже в этих условиях хотя бы немножко улучшить условия жизни граждан, мы будем бороться за эти инициативы. Да, мы абсолютно уверены, что большая их часть будет отклонена и впоследствии вернется как инициатива правительства. Да, там две запятых они переставят местами и выдадут как свои инициативы. Но, тем не менее, даже в этих условиях мы будем выдвигать эти вещи, потому что люди хотят... Изменения? Хотя бы уже сегодня хотя бы как-то ощущать какие-то изменения. У нас есть пакет предложений по пенсионной системе, по социалке, по педагогам, по медикам. Есть кое-какие экономические инициативы. Будут инициативы, касающиеся деятельности Анре, национального регулятора в энергетике. Что касается пересмотра цен на тарифы на газ, отопление, да, потому что мы понимаем, что газ Республика Молдова уже получает по более дешевой цене. И, соответственно, это должно было отразиться на ценах для конечного потребителя. Но мы видим, что это не происходит. И есть подобные проекты, которые мы будем поднимать на каждом заседании парламента. Серьезное внимание мы в очередной раз уделим проблеме Днестра, экологии. Ну и, конечно же, мы будем заниматься нашими традиционными, так скажем, целями, задачами, такими как недопущение унионизма, попытка блокирования многих геополитических инициатив. То, что если для нас данная сессия будет носить прежде социально-экономический характер, говорить о большем уже не приходится в данном парламенте. То для демократической партии Плохотнюка, для власти сегодня эта сессия будет носить сугубо электоральный характер, геополитический характер. Мы будем блокировать попытку изменения Конституции с введением обязательности европейской интеграции. Потому что это явно попытка официализации цензуры, введения государственной идеологии, попытка вывода за рамки законности более половины граждан Молдовы, которые против этого курса. Будем блокировать остальные инициативы, которые касаются и НАТО, и в том числе вот этот новый кодекс аудиовизуала, который президент не промульгирует и вернет обратно парламенту. То есть будем пытаться всячески блокировать всю эту геополитику, все это прислуживание неким западным интересам. И будем пытаться навязывать другую повестку дня данному парламенту. Но в целом, конечно, Станислав, и вы, и все наши телезрители понимают, что ожидать чуда от данного парламента не приходится. И, соответственно, наша задача как можно быстрее, чтобы данный парламент был распущен. Понимаю, мы тоже живем в ожидании парламентских выборов. Это интрига, обсуждаемая сегодня в обществе, одна из самых таких политических главных интриг, которая, в общем-то, и притягивает внимание наших с вами сограждан. И даже в самых заурядных бытовых беседах так или иначе возвращаемся к тому, что вот скоро парламентские выборы, возможно, это что-то изменит. Предлагаю обсудить еще одну важную тему. Вот накануне нашей с вами беседы в Кондрице состоялась очередная встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и вот лидера Приднестровской администрации Вадима Красносельского. Много критики в средствах массовой информации прозвучало и по этому поводу. Я имею в виду ту нашу прессу, которая близка к сегодняшней власти. Ваша оценка состоявшейся беседы в целом действий, которые предпринимает глава государства в этом направлении и в деле сближения двух берегов Днестра и, в общем-то, перспективы дальнейшего продвижения в вопросах усиления доверия в Террасполе и Кишинево. Нас, Санислав, нисколько не заботит критика со стороны власти, экспертов, так называемого гражданского общества. Десятки, сотни организаций и одного человека экспертов, которые получили сотни миллионов евро грантов за эти 9 лет. И непонятно, какая роль, суть этих грантов и этих организаций, и что это все дало обществу. Это лишь отработка с их стороны, опять же, геополитики определенной, это инструменты, которые создаются с Западом для расправы с неугодными. Нас не заботит их критика. Самое главное, что нет критики со стороны людей. Партия социалистов-то не только единственная альтернатива, другой не существует вот этой власти, которая разрушает страну 9 лет. У нас есть четкое видение и развития экономики, и инвестиций, и создания предприятий, и открытие новых, либо возврат старых рынков, и абсолютно новый подход в энергетике, и более дешевые газы, энергоресурсы, что позволит запустить экономику. У нас есть четкое видение, как это государство должно управляться. Но помимо этого, что уже само по себе важно, партия социалистов и президент Игорь Додон, это единственная сила, которые четко понимают, что у Республики Молдова, будущее Республики Молдова, оно в объединении страны, в объединении обоих берегов Днестра. Люди этого хотят, людям это выгодно, это выгодно экономике. Это может стать невероятным импульсом и для промышленности, и для индустрии. Потому что я говорю, другой подход и более дешевые энергоресурсы, это повысит конкурентоспособность нашей экономики. Наши товары станут более дешевыми, более привлекательными, более качественными. И поэтому объединение страны для нас это и экономическая, и социальная, гуманитарная необходимость. Но это и, безусловно, политическая необходимость. Потому что мы понимаем, что объединение страны навсегда поставит точку в вопросах так называемого унионизма, в попытках разрушения государственности Молдовы. Объединенная страна даст принципиально новый политический класс, создаст принципиально новые политические и исторические реалии. И вся вот эта повестка дня про-евроатлантическая, она просто уйдет в прошлое. Именно поэтому и критикуют вот эти встречи Игоря Додонова с Вадимом Красносельским, с лидером Приднестровья. Именно поэтому вот эти все исторические комментарии. Но наше мнение, что то, что сегодня и за последние два года сделал Игорь Додон в плане, в части, да, вот сближения двух берегов, в части возобновления диалога впервые за все эти несколько десятилетий. Это колоссальный прорыв. Да, здесь сделаны первые шаги. Да, здесь впереди предстоит колоссальная работа по налаживанию доверия, чтобы этот диалог, он приобрел, ну, большую динамику. Но тактика, которую взял президент Молдовы, она единственная верная. Вот после вот этих нескольких десятилетий, когда раздувалась искусно вот эта вражда, вот эта риторика нездоровая, тактика Игоря Додона, она единственная верная. То есть тактика конкретных шагов. Да, вот в самые ближайшие дни там преднестровские автомобили будут, получат номерные знаки, да, и смогут свободно передвигаться. Это обсуждалось на встрече президента Молдовы с лидером Приднестровья. Признание дипломов, да, дипломов учебных заведений Приднестровья. Ведь это важно. Ведь если мы хотим, чтобы эти граждане интегрировались в процессы Молдовы, чтобы эти граждане чувствовали себя комфортно, да, на нашем берегу. Соответственно, важно, чтобы их дипломы были признаны. Решаются вопросы и проблемы конкретных граждан. И вот на вчерашней встрече, в частности, обсуждались новые подобные проекты, мероприятия, которые позволят сделать жизнь граждан проще, да. И мы уверены, что это будет способствовать развитию диалогу и в перспективе приведет к определенному экономическому, более глубокому интеграции, да, консолидации. И в перспективе это неизбежно приведет к поиску политического решения Приднестровского вопроса. Но здесь, во-первых, а, надо иметь видение, подход. И мы единственная партия, политическая сила, которая не просто заявила, но и представила свое видение о урегулировании Приднестровского вопроса. Опубликовала это видение, направила его экспертам. То есть, какова это дорожная карта? Конечно, в нынешних геополитических условиях, конечно, в условиях нынешней власти в Молдове, да, парламентского большинства правительства, трудно говорить о серьезных подвижках политических, потому что те месседжи, которые даются, вот эта вся про-натовская, евроатлантическая риторика, она, конечно, удаляет оба берега Днестра. Конечно, вот это заигрывание с унионизмом, вот эта руманизация, она отталкивает Приднестровье. И в перспективе, по результатам будущих парламентских выборов, когда придет промолдавская власть, прогосударственная, я уверен, что правительство будет проводить другую риторику, взвешенную, которая будет понятна и интересно, привлекательна обоим берегам Днестра. И мы должны будем проводить широкую кампанию по разъяснению перспектив выгоды. Мы будем просто объяснять людям, что их жизнь социальна и экономически станет легче. И поэтому вчерашняя встреча, она прошла в позитивном ключе. Во-первых, она прошла в резиденции президента, в Контридсе. Она прошла в условиях уже большей открытости, в том числе и со стороны приднестровских коллег. Она носила более доброжелательный характер. То есть мы ощущаем динамику даже по заявлениям со стороны приднестровской страны. Да, сегодня они не готовы говорить о политическом регулировании. Но и мы должны адекватно понимать, что это работа, которая должна проводиться. Нынешняя власть на протяжении последних девяти лет не сделала ни одной подвижки в этом отношении. Более того, лишь делали все для углубления раскола между двумя берегами. Но вчерашняя встреча прошла на хорошем уровне, в хорошей атмосфере. И было заявлено Игорем Николаевичем Додоном, что до конца года состоится еще одна подобная встреча. Они будут чаще, они будут носить более продуктивный, конкретный характер. Замечательное начало, это внушает осторожный оптимизм и какую-то веру в будущее. Еще раз повторюсь, самое главное, что сближение двух берегов Днестра это в интересах людей, и это в интересах национальной экономики, и гуманитарной ситуации. И это позволит более эффективно решать те проблемы, которые существуют. Полностью разделяю вашу оценку в отношении вот этой встречи. Более того, мы, как журналисты, наблюдаем, что со стороны представителей Приднестровья есть какая-то большая открытость. И это располагает, наверное, к более широкому спектру вопросов для обсуждения. И одной из тем вчерашней беседы, которая состоялась в Кондрице, стала проблема строительства гидроцентрали Украины в русле Днестра, на Днестре. Я знаю, что вы неоднократно поднимали эту тему, тему, которая практически несет за собой в качестве одного из последствий гуманитарную катастрофу для столицы, для городов и сел, которые находятся вдоль Днестра. Эту тему поднимали на парламентской площадке и пытались призвать к ответу, причастны ко всему этому. Ведь мы прекрасно помним, что активизация в реализации этого проекта стала один из документов, который был подписан премьер-министром, если не ошибаюсь, Филатом. Как сегодня обстоит ситуация с тем, что происходит на Днестре на украинской стороне? Да, мы первыми социалисты, первыми начали бить тревогу в парламенте Республики Молдова. Уже потом подхватили и остальные политические силы, в том числе и те, которые в свое время в команде Филата находились, который сдал просто часть суверенной территории Молдовы украинцам. Причем до сих пор абсолютно непонятно, что Молдова получила взамен, практически абсолютно безвозмездно. И многие из этих политиков, которые были в команде с Филатом, сегодня стоят перед парламентом уже и кричат о Днестре. То есть абсолютная непоследовательность, абсолютное отсутствие какой-то принципиальности. Та же самая позиция сегодня, что когда-то продвигалась Филатом в отношении с Украиной, сегодня у нынешней власти Демократической партии. Потому что в стремлении вот этой своей геополитической дружбе и любви, в том числе и дружбе между лидером Демпартии и президентом Украины, фактически проблема Днестра не рассматривается очень четко и очень жестко. Потому что фактически официальная Молдова сегодня в лице правительства сделала все для того, чтобы затянуть эти переговоры так называемые, для того, чтобы лишить переговоров по Днестру какой-то гласности. Неоднократно менялась та комиссия в составе, которая занимается со стороны правительства проблемой Днестра и переговорами с Украиной. И фактически молдавская власть дала время украинской стороне своим партнерам во-первых, изменить национальную стратегию энергетической безопасности Украины. И в этом новом документе в новой редакции национальной энергетической безопасности Украины гидроэнергетика она уже увеличилась в процентном соотношении. То есть в части общеэнергетическом они увеличили удельный вес, долю гидроэнергетики. Гидроэнергетика будет вырабатываться на... Да, соответственно, фактически строительство этих шести гидроцентралей было включено в национальный план энергетической безопасности Украины. Данный документ был согласован и украинским правительством. Проектная документация была согласована всеми структурами и была отправлена на финансирование в Европу, на получение финансирования Европейский банк реконструкции и развития. На протяжении всех этих этапов мы неоднократно мы начали первыми поднимать, за нами пошли другие поднимать этот вопрос, проблему эту. Каждый раз парламентское большинство блокировало заслушивание Филиппа, правительства, чтобы понять, что происходит, какая динамика этих переговоров, почему Молдова не имеет четкой, жесткой позиции в этом вопросе. Каждый раз парламентское большинство отказывало. Почему отказывало? Потому что оно, безусловно, подотчетно, оно геополитически подконтрольно, потому что у них нет ни желания, ни возможности четко озвучить свою позицию и в Киеве, и в Европе, в том числе, в тех структурах, которые могли бы нам помочь Молдове не допустить эту катастрофу. Но каждый раз нам рассказывают какие-то сказки, что якобы отправили на экспертизу в европейские структуры. Подождите, какая экспертиза? Всем понятно, это уже говорили эксперты, экологи, кто угодно, да это любому экономисту понятно, любому гражданину, имеющему минимальное образование, понятно, что строительство этих каскадов новых, расширение вот этого гидрохозяйства, там, верховья Днестра, грозит для Молдовы, фактически. Исчезновение Днестра. Днестр превратится просто в какой-то водоем, который будет прерываться на какие-то озера. Это грозит исчезновением видов жизни, биологии из Днестра. И фактически это приведет к чему? Ведь с исчезновением вот этой флоры, фауны Днестра, фактически, он начнет разрушаться. Его разрушение приведет к тому, что уровень воды будет падать, качество воды будет падать. И, соответственно, более 80% питьевой воды, около 70% воды для сельского хозяйства, все это будет уже под угрозой. И это, я повторюсь, неоднократно мы уже заявляли, это не просто экологическая катастрофа, это фактически, это главная угроза национальной безопасности. И наше правительство говорит, там послали на какую-то экспертизу. То есть просто затянули время и дали возможность кому-то там порешать вопросы. И на сегодняшний день украинская страна, она уже приступила к реализации этого проекта и приступила к началу, к начальной стадии фактически строительства этого нового комплекса. И когда мы задаем вопросы правящему большинству, почему так, многие в частных беседах, в дискуссиях, они это понимают. Но когда речь идет в парламенте о том, чтобы заслушать правительство, принять какие-то решения, они все молчат, они все не поднимают руки. Руководство, их лидеры наверняка не связывают свое будущее с республикой Молдова. Но не заботят их, не думают, что будет через 10, 15, 20 лет. Другого вывода будут пить их дети, внуки. Будет ли вообще вода на этой территории? Мы знаем, что у нас южные регионы не засушливые, там острая необходимость в хорошей питьевой воде и не только. И южные, и Бельцы, и Кишинев, крупнейшие города тоже получают воду оттуда. И удивляет еще другое. Смотрите, и, наверное, не просто удивляет, даже, конечно, демонстрирует некоторые самостоятельные со стороны киевской власти, которые вызывают, мягко говоря, недоумение, улыбку. Ведь, например, Днестр, он начинается в Украине и заканчивается в Украине. Мы для Днестра как бы транзитная территория. И та территория, допустим, Одесской области, где протекает сейчас Днестр, она ведь превратится в лучшем случае в болото. Станислав, что делает Украина? Это проблема Украины и украинских граждан. То, что они игнорируют протесты собственных украинских экологов. Они игнорируют собственные проблемы. Они игнорируют мнение собственных граждан, но это их вопрос. Хотя где-то очень похожая ситуация на то, что происходит сегодня в Молдове. Также игнорируются и собственные экологи, и собственные граждане. Но вопрос в чем? Я вот запросил информацию и у правительства, и есть информация о том огромном количестве так называемых служебных командировок молдавских чиновников в Киев. Десятки командировок депутатов парламента, десятки командировок министров, чиновников, Павла Филиппа несколько командировок. Понимаете, это то, что обошлось бюджету Молдовы в миллионы леев. Вот это их поездки по катушке в Киев. Соответственно, переговоров у них было много. Целый ряд депутатов по 2-3 раза посетили Киев за последние 2 года. Такие, как господин Гелецкий и другие. Так спрашивается, господа, вы чего туда ездите? Что вы там обсуждаете? Я абсолютно уверен, что обсуждается и невозможно в рамках этих встреч не говорить о Днестре. Так на что вы тратите миллионы денег молдавских налогоплательщиков? На то, чтобы обсудить свою геополитическую любовь? Какая плохая Россия? Что они еще обсуждают? Как хорошо сотрудничать с НАТО? Это все неинтересно людям. Это против людей. Но почему вы хотя бы... Хорошо, у вас свои геополитические задачи. Допустим, опустим, уберем это в сторону. Но Днестр, питьевая вода, вода для сельского хозяйства, это уже не геополитика. Это основа жизни. Это граждане Молдовы. Это даже ваши близкие. Вы же не всех в чемодане заберете, когда за границу уедете. Знаете, и при всем этом, вот эти многочисленные поездки, их командировки и так далее, мы не слышали ни разу ни одного заявления четкого, уже не говорю жесткого, ни со стороны парламента, ни со стороны правительства Поднестров. Это уже предательство национальных интересов. Да. В общем-то, опять же, разделяю, мы не раз поднимали эту тему. Более того, как ни странно, украинские экологи появлялись именно в нашем эфире. Они побывали на Акчен ТВ с просьбой дать им возможность высказать свою тревогу тем, что происходит сегодня в Украине, в верховье Днестра, и таким образом предупредить гражданам Молдовы о грядущей беде, которая может, не дай бог, конечно, случиться. Да, ну дай бог. Да, но вот с темой Днестра хотелось бы с вами перейти вот на такую тему. Ну, смотрите, вы затронули для начала вот такое маленькое отступление. Вы затронули в своем обзоре, в анализе действий парламентского большинства и властей тему того, что они абсолютно управляемы внешними своими кураторами, так скажем. Ведь насколько это все находит подтверждение в их действиях? Насколько действительно они не самостоятельны? И в этой ситуации, что бы грозило бы им в случае проявления каких-то самостоятельных собственных решений? Да не будет уже никаких у них самостоятельных собственных решений. Мы это видели прекрасно за последние годы. Это абсолютно геополитический конструкт, вся эта власть. И для тех же американцев абсолютно безразлично, как будет называться главный абориген в этой коалиции, как будет его фамилия и так далее. Самое главное, что парламент голосует за НАТО, голосует за отдачу в концессию 40% молдавской территории, земли, под месторождение газа и так далее. Хотя все уже напишут, что это такой очередной блеф, как развитие этой энергетики, как добыча сланцевой нефти, очередной мировой мыльный пузырь. В Румынии пока это приводит, ну, США это крупнейший специалист в мире по добыче сланцевого газа. И более того, вся их война с Россией ради чего? Все банально, ради зеленых купюр. Потому что когда они выводят страны из состояния дружбы с Россией и создают профессиональные из этих стран, которые раньше находились в добрых отношениях с Россией, создают профессиональных технологичных врагов России, ведь потом появляется экспорт сланцевого газа уже из США через океан, который значительно дороже, чем российский газ. Но американцам это что, самое главное, контракт. И сегодня-то Европа начинает понимать, говорят немецкие, австрийские политики о том, что зачем нам покупать то, что дороже и к чему нам вообще эта война. Это уже, говорит и Макрон, и Меркель, и эти тенденции нарастают. Вопрос в другом. В Румынии добыча сланцевого газа, поиск месторождений приводит к возрастанию амплитуды динамики землетрясений. Я смотрел на одном из румынских сайтов, проанализировали сейсмическую ситуацию. Вот в динамике за последние 25 лет и количество землетрясений все больше. Это опасные вещи добычи сланцевого газа. И вопрос в чем? Надо понять зачем, к чему, почему. Но это не обсужается ни с экспертами, ни с населением и так далее. Вот и мы 40% отдали под поиски, под... Развитие технологии. Под, как это правильно называется, забыл, поиск месторождений, в общем, этих. Разведка. Другие решения. Вот 5 гектаров в центре земли вместо республиканского стадиона под американское посольство, пожалуйста. Ну там точно идут сланцевые газы. Отдача нацбанка под внешний контроль, пожалуйста. То есть, в принципе, они же очень удобный инструмент для некоторых сил Запада, для того, чтобы здесь проводилась своя политика. А самое главное, что Молдова этим партнерам не нужна, как экономический игрок, со своими товарами, как какой-то конкурент на каких-то там рынках. Заметьте, что вот с этими так называемыми про-западными евроатлантическими реформами у нас стабильно исчезает наше традиционное производство, сельское хозяйство, экономика. Мы становимся каким-то сырьем территории реэкспорта, санитарным кордоном. Мы перестали. У нас импорт превышает экспорт. Мы покупаем у них больше, чем продаем им. И, соответственно, вот такая политика, которая приводит к экономической несостоятельности. И потом просто сажают на финансовую иглу. А под финансовой иглой уже эти будут плясать, плясать как угодно Западу. Поэтому единственный здесь выход, это экономическая независимость страны. Это реанимация нашей экономики, это возрождение традиционных рынков, это поиск инвестиций под предприятие для того, чтобы мы вернули себе статус экономического игрока, как было когда-то, когда у нас экспорт товаров превышал в разы импорт. То есть мы в страну, из страны уходили наши товары и возвращалась валюта, на которую страна развивалась. Но, видите, вот суть этой геополитики, Станислав, в том, что Молдова должна стать абсолютно слабым экономическим игроком. Она должна стать зависимой от внешних подачек, кредитов, а кредиты проценты, проценты из процента. Берутся новые кредиты на то, чтобы покрыть проценты по старым кредитам. И вот эта кабала, которая привела к более 7 миллиардов государственный долг, долг правительства. И это все очень трудная ситуация для будущей власти. И таким образом Запад создал инструменты, при помощи которых они контролируют любые власти. Ситуация такая, какая она есть, но тем не менее надо сменить власти. Задачей будущей власти будет возрождение нашей экономики. Для того, чтобы Молдова получила право голоса на международной площадке, могла заявить о том, что мы нейтральная страна, не втягивайте нас в какие-то вещи. Но для этого надо немножко встать на ноги. Хочу задать еще такой вопрос. Еще одна главная тема практически всех средств массовой информации, национальных средств. Накануне стало задержание сотрудников Молдотурецкого лицея. Выдвигали самые разные версии. Здесь даже не буду их перечислять, потому что такая прямо радуга версий. И тем не менее, что вы думаете, кто за всем этим стоит? Какова цель вот этих действий? У нас всех как-то учили, что 2G24. И как-то переменами слагаем, сумма не меняется. Кто контролирует сегодня службу информации безопасности, которая провела эту так называемую спецоперацию? Контролирует сегодня правительство и парламент. Демократическая партия, парламентское большинство. Соответственно, данная операция не могла не пройти без согласования с высшим руководством Демократической партии, с Владимиром Плохотняком в частности. Для чего это было сделано? Для чего была вызвана и спровоцирована такая истеричная реакция? Это вчера все те же на манеже, все тоже гражданское общество, экспертное, все те же правые партии, власть, оппозиция, которые меняются в этой Санта-Барбаре. Возможно, потому что позавчера громко обсуждался другой скандал с зарубежной недвижимостью лидера Демпартии. Которые резко перестали вдруг обсуждать. И мы же привыкли к этому, что надо создать какие-то информационные поводы, думовую завесу, которые отвлекают внимание общественности. Возможно. Второй вариант, это, безусловно, очередной удар по президенту. Потому что вот эти глупые натянутые комментарии, что это плата президента за якобы ремонт дворца президентского на Штефана Щелмаре. Во-первых, впервые молдавский чиновник за эти годы, тем более президент, нашел возможность бесплатно для государства, без привлечения бюджетных средств, найти сотни миллионов для реабилитации этого здания, сотни миллионов леев. Здание парламента, его реабилитация, обошлась что-то около 900 миллионов леев. Вначале 600, потом добавляли. И это были публичные деньги. Здесь президент, лишенный этой властью полномочий, которого фактически удалили из внутренней политики. Президент ездит по миру, пытается привлекать партнеров, находить хоть что-то, привозить в эту страну. Его критикуют, и вот это расплата с Эрдоганом. Ну, в высшей степени глупость, потому что вот это большинство, вместе с Филатом, с Майей Санду, с Андреем Анастасией, которые затягивали приход к присяге президента, позволили демократам изменить, успеть изменить законодательство и забрать из-под контроля президента СИБ, службы информации и безопасности. Фактически они все громко аплодировали, когда президента лишали полномочий. А сегодня они его обвиняют. Соответственно, со стороны демократов, то первое, это увод от этого скандала с недвижимостью. И во-вторых, это удар, очередной удар в президента накануне важного визита Эрдогана по приглашению Додона, который должен состояться буквально через несколько недель. Просто спровоцировали демократы скандал. И правая так называемая оппозиция вместе, кто там с ними, Анастасия, Санду, Усатый, кто-то вместе протестует, они все громко аплодируют. Как когда-то аплодировали лишение полномочий президента, в том числе и контроля службы информации и безопасности. И обвиняют в этом президента. Но это в высшей степени нелепо. Президенту, который, во-первых, не может это сделать технически, не контролируя СИП. Во-вторых, зачем ему это накануне визита Эрдогана, вот этот весь скандал. Опять же, кому это выгодно. Выгодно демократам. Бить по Додону. Еще одна причина. Додон на Республиканском совете партии несколько дней назад заявил, что он возглавит избирательный список партии социалистов. И вот вам, пожалуйста. Он это заявил. Со второго дня начинается атака подконтрольных плохотнику правых сил, экспертов и так далее. И далее вот такой вот удар накануне визита Эрдогана. И все ай-яй-яй, вот чем Додон рассчитывается за президентуру. Но в высшей степени глупость. И тут еще выходит в этом кукольном театре. Демократы это инициировали, провели эту операцию. И тут же еще и выходит Канду, говорит, мы это рассмотрим на заседании парламента. Это неправильно, ай-яй-яй. То есть такой когнитивный диссонанс или ролевые игры какие-то. Одни эту операцию проводят, третий осуждают эту операцию, как Канду. И говорит, мы в парламенте разберемся. А третий осуждают в этом Додона. И все это идет как бы из одного центра практически. И причем все из одного центра демократической партии. Операция, которая не могла не быть скоординирована с Владимиром Плохотником. И все это под восторженные крики, аплодисменты, так называемые правые оппозиции и тех, кто сегодня протестуют перед президентурой. Ребята, почему вы не идете протестовать к Global Business Center, к офису демократической партии? То, что удобно ходить протестовать Додону, потому что сегодня это безнаказанно. Президенты лишили всех полномочий. Кстати, 27 августа произошла любопытнейшая вещь. Я не знаю, обратили ли внимание люди, пресса. Но единственное здание, которое 27 августа, в день независимости, не охранялось от протестов. Когда проходили протесты? Это президентура. Правительство, парламент, GBC, офис демократической партии охранялись, там мышь бы не пробежала. И никто туда не повел протестующих. А пошли к президентуру. Единственное здание, которое власть не защищала. Пошли к президенту Додону. Потому что там можно кричать очень громко, очень красиво, и потом это еще и Плохотнюк покажет. Поэтому мы понимаем, что в данном случае цель, это операцию эту реализовала Демпартия. Канду осудил, а другие обвинили Додона. И при всем это такая дешевая разводка, ролевая игра, в которой распределили грамотно роли. А главное, мишень, это президент страны. Потому что у него самый высокий рейтинг, он собирается возглавить списки партий социалистов. И потому что его рейтинг нужно опускать. И при всем при этом демократы имеют на улице полезных идиотов, которые готовы все это поддержать. Но в этой всей ситуации главное, чтобы разобрались люди. Потому что президент это единственная легитимная власть. И это действительно человек, который пытается привлечь проекты, инвестиции, международных партнеров. Который ищет поддержку, которого полностью изолировали во внутренней политике. Против Додона сегодня парламент, правительство, консольный суд, юстиция, служба информации и безопасности. Все структуры. В чем виноват в данном случае президент? Абсолютно ни в чем. В том, что он пригласил Эрдогана в страну. Турция это сегодня важнейший игрок в мире. И безусловно, это большая заслуга Додона, что сумели наладить это сотрудничество. Приезжает Эрдоган, есть хорошие гуманитарные проекты. В чем проблема? В чем его обвинять? В том, что он нашел возможность бесплатно реабилитировать здание, которое символ государственной власти. Которая была разрушена теми, кто ратовал за сегодняшнюю власть. А что касается лицея, то, что произошло с семью гражданами. Ну, конечно, это должно быть предметом очень серьезного разбирательства. Почему данная операция была проведена службой информации и безопасности. Если данные граждане находились в процедуре уголовного преследования со стороны какого-то государства, допустим, Турции, были объявлены в розыск международный. Если, то по процедуре этими всеми вещами занимаются Интерпол, национальная полиция, прокуратура и СИБ с этим вообще ничего не имеют. Вообще, это не полномочия, не атрибуция была СИБа в данном случае. Если они находятся в уголовном преследовании. Если это какая-то террористическая угроза, какие-то вещи, то это все проводится очень серьезная работа. Эти все вещи очень серьезно обсуждаются на уровне парламента, на уровне главы государства, который является верховным главнокомандующим. Есть высший совет безопасности. А тут это очередная дешевая постановка, непонятно на скорую руку состряпанная, только для того, чтобы ударить в очередной раз по президенту, сорвать визит Эрдогана, напустить негатива, выпустить на улицу недовольных и направить это недовольство на президента. Дешевая разводка. Я думаю, что у наших людей есть способность аналитическая для того, чтобы разобраться в этой простой двухходовке. И под занавес нашей беседы время уже подошло к концу. Ну, такой вот хотелось бы от вас услышать определенный итог. Судя по всему события, в первую очередь, первой недели сентября, судя по тому накалу, что уже проходит, что мы наблюдаем, за которым мы наблюдаем, осень предстоит более чем горячая. К чему следует готовиться гражданам? Хотелось бы услышать какое-то от вас послание в адрес граждан. Что бы вы хотели передать в конце нашей программы в качестве такого, как сейчас говорят, месседжа, любому говорит послание, обращение, к чему следует готовиться уже этой осени? Я хочу призвать граждан еще раз осмыслить все те процессы, которые проходили 9 лет. Не верить и не становиться жертвами-заложниками этого кукольного театра. Всех этих слухов, побасенок, интриг дешевых. Все эти ребята, которые сегодня рулят парламентом, правительством, страной и те, которые сегодня находятся перед правительством, бывшая партия Филата, как она сегодня, Паскуда, это все одни и те же люди, одни и те же куклы, лица и так далее. Это те же министры, которые друг за друга голосовали, друг с другом голосовали за схемы, аэропорт, миллиарды и так далее. Всех этих деятелей надо просто убрать из политики и из парламента. И нельзя за них голосовать, нельзя становиться жертвами и заложниками вот этих всех двух-трех ходовок, о которых мы говорили с Лицеем Аризон, с теми семью гражданами. Нельзя верить тем, кто обвиняет сегодня Додона в заговорах с этой властью, потому что власть лишила его полномочий, эта власть фактически блокировала его, несмотря на то, что его поддержали абсолютное большинство граждан. И те, кто сегодня критикуют Додона и социалистов, это либо люди Плохотнюка откровенные, либо те, кто с ним был в коалиции, либо те, кто с ним будет в коалиции, если у них будет математическое большинство. Потому что все они, и Майя, и Андрей, и Настасья, и прочие. Поверьте, что в следующем парламенте, если такая математическая ситуация будет, то вместе с Плохотнюком они создадут 8-й, 9-й, 16-й по счету Альянс. И все это во благо так называемой евроатлантической интеграции. Все это для того, чтобы не пришли русские танки. И вся эта примитивная риторика, которая людям просто уже сидит в косточках. Соответственно, люди должны понять одну вещь, что единственный шанс поменять эту систему, это приход во власть социалистов. Причем без коалиции, единой силой, которая сумеет выстроить эту вертикаль. И эта вертикаль, президент, парламент, правительство позволит наконец-то начать наводить порядок и с внешними долгами, и поднимать экономику, и построить правовое государство, и привлечь к ответственности тех, кто друг друга прикрывал эти 9 лет. И дать возможность объединить страну. Дать возможность поверить людям, что эта страна может существовать как таковая, а не подводить к тому, что это государство уже полностью себя обанкротило. Я бы призвал людей, Станислав, пользоваться этой возможностью, просто делать выводы и анализировать без эмоций. Не становиться заложниками каких-то опять фобий, каких-то опять вот этой истерии, каких-то манипуляций дешевых и разводок. Люди должны понять, что если их устраивает ситуация, такая, как она была последние 9 лет, голосуйте сразу за Плохотнюка. Потому что что вы голосуете за всех остальных, это в любом случае в ту же копилку пойдет. Но если людей не устраивает то, что происходило 9 лет, нельзя просто терять свои голоса. Нельзя просто пытаться искать и выдумывать какие-то новые непонятные прожекты, которые в любом случае будут идти в ту же копилку. Люди должны дать возможность партии социалистов взять ситуацию под контроль и попытаться реализовать свою программу. Потому что это какой-то шанс. А все остальное, что будет к ним приходить, приходить по селам, начиная от представителей районов, примаров, которые будут обещать вдруг резко, вот 9 лет они не делали, а вдруг резко они построят коммунизм. Это все от лукавы. Или та оппозиция, которая 9 лет рулили, а вдруг записались в оппозицию. Или которые развозили когда-то на зеленых фурах рис, мыло там, непонятно, что раздавали. Сегодня ходят другие там и раздают другие продукты питания. Ну, люди должны один раз все-таки выбрать рационально. Они по принципу нравятся, не нравятся. А вот соседка сказала. Я хотел бы пожелать людям все-таки оптимизма, вера в будущее и вера в собственные силы, что что-то можно изменить. Спасибо вам за разговор. Я надеюсь, вас слушали так же внимательно, как и я. Будем с моими коллегами разбирать это интервью. Спасибо, Стас. И надеюсь вас увидеть в нашей студии еще не один раз. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренча. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин